Сегодня в России день неизвестного солдата. Оскорбная дата отмечается ежегодно с 3 декабря 2014 года в памяти о российских и советских войнах, погибших в боевых действиях на территории страны или за ее пределами. В Нарьинмаре сегодня в Обелиске Победы прошел траурный митинг. Все подробности далее. Почтить память погибших и пропавших без вести во время Великой Отечественной войны и других боевых действий у Обелиска Победы собрались представители администрации Ненецкого округа Нарьинмара, собрания депутатов округа, волонтерских и общественных организаций. День 3 декабря выбран не случайно. В прах неизвестного солдата был перенесен из городской могилы на 41-й километр Ленинградского шоссе и торжественно захоронен в Александровском саду. Почтить память неизвестного солдата к Обелиску Победы пришли представители молодежных организаций, ветеранских объединений. Первый заместитель губернатора Михаил Васильев зачитал адрес от главы региона. Также он отметил, что к 75-летию Победы в Ненецком округе планируется возвести мемориал и переиздать книгу памяти. Особо отмечу, что именно преемственность поколений вносит существенный вклад в дело сохранения памяти о подвиге советских и российских солдат. Председатель окружного собрания депутатов Александр Лутовинов выразил благодарность поисковикам, тем, кто спустя годы помогает родственникам погибших, пропавших без вести солдат, наших земляков найти их безымянное захоронение. Особо он отметил Веру Буркову и Андрея Николаева. Большая благодарность всем тем поисковикам. Это первое. И низкий поклон, и вечная память павшим безвестным героям. Поисковики не прекращают работы. Они отправляются к местам сражений, кропят над архивными материалами, делают запросы в комиссариаты, чтобы вернуть имена павшим героям и под оружейный залп отдать им воинские почести. Ольга Русул, Владимир Носкин, Телеканал Север.